Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Именно в этот день, который мы прославляем как начало нашего спасения, дни спасения нашего главизна, в этот день святитель Тихон, избранным промыслом Божьим к несению патриаршего служения в Отечестве нашем, в самое тяжелое, пожалуй, за всю историю страны время, мирно отошел ко Господу. Даже вне зависимости от физической причины смерти, которая до сих пор покрыта мраком и никому неизвестна, он отошел мирно, потому что как святой угодник был принят Господом в свои небесные обители. С исторической точки зрения святителю Тихону мало что удалось сделать. Не удалось предотвратить распада церкви, раскола, уничтожение храмов, расстрела священников и монахов. И в этом смысле его служение было тяжким крестом. В нем очень мало было радости. Может быть, только первое ликование народа в связи с его избранием, грандиозные крестные ходы, в том числе и на Красной площади, в Петербурге, в других местах, куда приезжал святитель, духовно поддерживали его в тяжелейшем служении. Но с каждым месяцем, не то что с годом, ситуация становилась все более и более тревожной, опасной, разрушительной для церкви. Но святитель Тихон сделал, может быть, самое главное. Он сохранил церковь нашу, пусть и ущемленную, пусть и разрушенную, пусть и разделенную, но сохранил в самое трудное время. Когда раскол набирал силу, когда государственная власть, преследуя уничтожение церкви, поддерживала всяческий раскол, когда, казалось, нету никаких шансов у православной церкви выжить, когда православную церковь пренебрежительно называли Тихоновской, не христовой, не православной, Тихоновской, как, мол, один из расколов, как один из вариантов православия, когда очень многие, убоявшись государственной силы, а некоторые подверженные и оболваненные пропагандой переходили в стан раскольников, он не дрогнул. Что было бы, если бы и он ушел туда, в этот раскол? Сегодня не было бы православной церкви, народ лишился бы благодати. Он не ушел. Он остался в церкви, хотя пространство церковное сужалось с каждым днем. И в этом его неприходящая историческая заслуга. А потому все, что произошло после патриарха Тихона, стало продолжением его трудов. И преснопамятный Святейший Сергий, и последующие святители, первосвятитель земли нашей, продолжали то, что начал Святейший Тихон. Сохранять, оберегать, а когда открылась возможность, то и преумножать духовную силу русского православия. Сегодня мы вспоминаем его имя и молитвенно взывая к нему просим, чтобы, предстоя Всевышнему, он молился о церкви нашей, о сохранении ее единства, чтобы нигде, ни в России современной, ни в Украине, ни в Белоруссии, ни в каком другом месте, ни расколы, ни ереси не могли потрясти единство нашей Церкви, которая хранит предания, начавшиеся с Киевской купели крещения, которая всегда объединяет народ и сохраняя его единство была матерью любящей и заботливой. И особенно, когда наступали тяжкие исторические моменты, когда решалась судьба Отечества, Церковь, будучи со своим народом, вознося горячие молитвы и жертвенно трудясь во благо народа своего, исполняла эту материнскую миссию. Верим, что молитва святителя Тихона будет услышана Господом. И Церковь наша продолжит свое служение, в том числе и по заветам святителя Тихона, память которого мы ныне торжественно празднуем. Сердечно приветствую всех присутствующих, а также господ казаков, которые традиционно, когда я совершаю богослужения, в Донском монастыре собираются, как в главном месте, где духовно в Москве опекается казачество. Хотел бы пожелать вам сохранять веру православную, взирая на подвиги отцов и дедов ваших, хранить Отечество. Молитвами святителя Тихона да благословит всех вас Господь. Аминь.